Я вас приветствую на своем канале. Очередное видео с распаковкой всякой всячины с Алиэкспресс. Покажу все, что получила недавно и по возможности протестирую. И начну я видео с товара, кадры с которым забыла вставить в прошлую распаковку. Не хотелось бы скрывать от вас такой милый товар. В общем, этот милый товар это десертные вилочки с интересным оформлением. Хотя я и временно умерила свой аппетит на десерты, но вилочки найдут применение в моем хозяйстве. Вилочки из нержавейки и у них керамическая ручка. Ну и судя по рисунку, наборчик предназначен для семейных трапез. Кажется, я видела такие ложечки тоже. Вилочки небольшие, всего 15 сантиметров. Как мне кажется, такими вилками удобно есть фруктовую нарезку или фруктовые салаты. Брать сыр в сырной тарелке, может быть фондю. Не знаю, удобно ли им есть торт. Не думаю, вилки для торта имеют другую форму. А использовать их таким образом очень понравилось. А еще легко запомнить свою вилку. Товар для кухни прислали упакованным в коробку. Здорово, так больше шансов, что ничего не сломается в пути. Это вращающиеся крючки, которые можно закрепить на шкафчиках кухни. И повесить на них всякие нужные на кухне предметы. Эти крючки не нужно крепить винтиками. Есть специальная липкая пластина, на которую крепятся крючки. У меня есть сомнения, что эта пластина будет хорошо держаться на неглянцевой поверхности шкафчика. Но посмотрим. Закреплю ее по всем правилам и расскажу вам, не отвалилась ли она через час. Вообще, качество этой карусельки неплохое. Крючки легко вращаются. И довольно прочный пластик на вид. В общем, поверхность под липкую пластину обезжирила. Наклеила. Тщательно разгладила, чтобы не было пузырьков воздуха. Крючки висят третий день и отклеиваться не собираются. Пользоваться удобно. Пожалуй, закажу еще парочку. Их можно использовать не только на кухне. Эти два товара от одного продавца. Начну с овощечистки, которая еще умеет нарезать овощи тонкой соломкой. Один нож для очистки кожуры. Очень острый. Это чувствуется опасная штука. И второй нож имеет специальные зубчики, благодаря чему мы и получим соломку из овощей. Сейчас все протестирую. Меня почему заинтересовала эта овощечистка. Мне понравилась идея, что можно одним инструментом и почистить морковь, например, и не используя терку, тут же настрогать соломку из нее. Кожуру очищает отлично, острая, снимает тонкий слой. Правда, оставляет на овощи тоненькие такие бороздки. Сейчас, не используя терку, в салат из капусты настрогаю соломку из моркови и посмотрим, что получится. Замечательно! Но нужно быть осторожной, штука небезопасная. Нужно все время следить за руками, чтобы ничего себе не зацепить. Повторный заказ. Когда я первый раз показала этот ножичек, в комментариях были замечания, что это уже явно лишняя покупка. Но вот так получилось, что меня попросили заказать такой ножичек. Мы своим пользуемся почти каждый день. Единственное, что он наш, с деревянной ручкой. А этот с пластиковой. Цена такая же. Удобно намазывать икорку, паштеты или сладкие шоколадные пасты. Это набор из двух леечек насадок на обычную пластиковую бутылку. Заказывала для мамы. Она занимается выращиванием рассады для дачи из семян. И думаю, ей пригодится для полива и подкормки рассады. Здесь есть резьба, как на обычной крышке от бутылки. Леечка не снимается, по крайней мере, мне это не удалось. Для полива комнатных цветов тоже подойдет. Продублировала, так сказать, свой заказ. У меня есть такие черные кроссовки. Я их ношу с большим удовольствием. И решила к весне заказать такие же светлые. Кроссы отличного качества. Свои черные я носила всю осень. И зимой иногда на короткие перебежки обуваю. Удобные, ноские, красивые, как на мой взгляд. Вот так они выглядят со всех сторон. Я не вдавалась в подробности. Скорее всего, это спилок. Что касается размера, кроссовки 41 размера подходят на стопу длиной 26 см. Мне они чуть-чуть великоваты. Все-таки я ношу полный сороковой. Если у вас широкая стопа, можете не сомневаться. Они подойдут. У продавца есть еще голубые и красные. Заказала для подарка два ловца снов. Постаралась, чтобы они выглядели как комплект. Очень хорошо упакованы. Все-таки товар довольно-таки нежный. За это спасибо. И действительно все цело. Это большой ловец снов с тремя ярусами. Давайте посмотрим в развернутом виде. В 10-летнем возрасте у тети в деревне во время летних каникул я посла гусей. Что-то мне очень знакомы эти перья. Золотое было время. Давайте вернемся к ловцу. Вот таким образом он выглядит. Общая длина 70 см. Сделан аккуратно. Целый магазин с этими ловцами на любой вкус. Можно подобрать к любому интерьеру, если, конечно, любите такой декор. Ну и маленький ловец снов тоже очень симпатичный. Дальше два продукта уходовой косметики марки Ланбена. Коробочки очень помятые. Видно, у посылочки был сложный путь. Это патчи для кожи век. Именно эти с гиалуроновой кислотой. А есть еще с ретинолом. Обещают увлажнение, осветление и избавление от отеков. Содержат гиалуроновую кислоту и витамины. Общий вес 90 грамм и всего 50 патчей. Прозрачная пластиковая баночка. Патчи из нетканного материала. И видно, что они хорошо пропитаны сывороткой. При первом вскрытии нужно снять защитную пленку и можно пользоваться. К баночке с патчами прилагается маленький пластиковый пинцет. Ну и что необычного в этих патчах, так это их форма. Они охватывают нижнее и верхнее века, а также область гусиных лапок. Я эффекта вау не жду и вам не советую. Это обычный уход, больше профилактический. И второй продукт тоже из гиалуроновой серии. Основа под макияж. Как и патчи, есть нескольких вариантов. Стандартные обещания. Скрывают поры, мелкие морщины. Увлажняют и визуально улучшают внешний вид кожи. Очень маленький объем. Всего 20 мл. Флакон из пластика. Крышка с дозатором. Она откручивается. Это не помпа, хотя так кажется. Как во всех подобных базах, ощущается силикон. Применение на коже лица средство очень понравилось, но не бюджетно. Маленький объем и почему-то довольно большой расход. Решайте сами. Немного канцелярии на Алиэкспресс. Огромный выбор всякого такого. Конечно, многое можно купить в местных магазинах, но интернет покупки так захватывает. Это силовые кнопки-гвоздики. Нужны для крепления бумаги, заметок на пробковые, фетровые и деревянные поверхности. В коробке 80 штук. Качественные, хорошие, острые кнопочки. Давно посматривала на эти ажурные закладки и наконец заказала. Они есть в нескольких вариантах. Я выбрала с птичками. Очень тоненький металл. Легко гнется. Но существуют же бумажные закладки в конце концов. Качество хорошее, край гладкий, без неровностей. По одному краю нанесены деления. Так что это еще и линейка. Интересно, все-таки сейчас люди больше читают бумажные или электронные книги. Вы какие любите книги читать? Еще одна забавная линейка. Это про то, про что я говорю. У нас в канцелярских магазинах линеек полно, но интересных почти нет. Алиэкспресс в этом плане, конечно, богач. У продавца есть такие линейки в четырех вариантах. Апельсин, киви, еще что-то. Забавная не останется без внимания. Повторная покупка. Уже как-то покупала такие конвертики. В них приятно дарить деньги, писать в них пожелания и прикладывать к подарку или букету. Симпатичные винтажные принты. Рисунок напечатан с двух сторон. Размер конвертиков небольшой. 9,5 на 7 сантиметров примерно. В наборе 12 штук. Опять заказ не очень бюджетной косметики The Sea. В этот раз заказывала подруга. Помню, когда заказывали, были весомые купоны, поэтому было очень выгодно. Получили 5 помад и базу под макияж. Упакована помада в картонную коробку, на которой очень много информации. Кроме этого, внутрь еще вложена листовка с информацией. Очень серьезный подход. Футлярчики это отдельная песня. Каждый цвет имеет свой дизайн. Вообще, эта фирма делает особый упор на оформление. Ну и к тому, что я уже покупала и пользуюсь, нареканий нет. Косметика качественная. Это серия Британский музей. Сам стик оформлен вот таким образом. Я постаралась выставить свет так, чтобы не исказить реальные оттенки помады. Это обычная, питательная, нестойкая помада. На странице около 600 отзывов, часть из них с фото. К сожалению, показать вам сводча на руке не могу. Но, повторюсь, постаралась точно передать свет. База под макияж, конечно же, в шикарной упаковке. Флакон стекло. Это корректирующая база. Есть еще зеленая, фиолетовая и это бежевая. Очень хорошие отзывы. Протестировать не могу. Причину вы знаете. Я получила на обзор робот-пылесос. Под видео вы найдете ссылку на полный обзор пылесоса. А здесь вы увидите шутливый короткий ролик-пародию на популярное сейчас видео, где роботы-пылесосы общаются с владельцами. У-у-у, пушистик. Странный черныш. Глазки как фары. С перепугу, наверное. У-у-у, хозяйка что тут делается? Вот сюда они заглядывали, пока Жорик не приехал. Апчхи! Я с ними с ума сойду. Что у них в спальне интересно? О чем они думают? Оставили стул. Опять танцы с бубнами. Жорик не любит так. Ай! Опять ты тут. Пушистик. Сегодня я добрый, не стану растаскивать тапки по разным углам. Проедусь по этому пережитку прошлого дрын-дырын. Ты никогда не ел печенье, хочешь сказать, ты лучше уберешь. Пушистик. Брысь, смотри как надо. Ням-ням печенюшка. Еще кружок и порядок. Жорик не робот-пылесос. Жорик большая улитка. Смотри, что творит. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Шучу-ха-ха-ха. Желаю всем удачных покупок на Алиэкспресс. Пока!